Виктан Получается, наследство зависло Для первой дочери квартиры От отца, который умер от пьянки И туберкулеза В 45 лет Появились еще нахлебники на наследство И ни долг, ни квартира не идет нам Дочери Также по второй дочери есть наследство И также под сомнением, что оно Попадет нам Папа ребенка живой, но Не общаемся никак Вопрос такой Может ли быть так, что это несчастливые Квартиры наследства А мира и счастья в них нет и не было И нам такое Несчастье не должно прийти Стоит ли судиться и добиваться То, что само В руки легко не идет Или мы Сколько я, как мать в частности Думаю об этом Сама не даю раскрыться ситуации Бороться или отпустить Не наше, ха-ха-ха Спасибо Вопрос достаточно очень сложный Значит, смотрите Все, что вы перечислили Все реально может быть Первое А может сработать ваша установка То есть кодировка То есть программа Что это не ваше И вы его не получите Такое тоже может быть Второе Если брать аспекты судьбы То Если действительно Квартиры нехорошие То есть есть там Мертвяк ходит Лепорталы И так далее И тому подобное То, к примеру Вашим дочерям Эти квартиры могут навредить Да-да-да Вы не ослышались Иногда люди не понимают Что материальные блага Могут реально навредить А вы знаете Один яркий пример Собственной жизни Я в 93-м году Заработал 81 тысячу долларов То есть Пацан молодой С рогаткой Как говорится Зеленый Я приехал с Китая Тогда еще можно было ездить Зарабатывать деньги в Китае Эзотерикой Я еще не занимался Я заработал там Реально заработал Не украл Не обдурил Ни ничего Никак 81 тысячу долларов Пересчете сейчас На 2019 год Я не знаю Это наверное Где-то 810 тысяч долларов Да Ну по себе стоимость А может даже больше Смотря в чем считать Если в квартирах То Ну в принципе Не знаю Не знаю даже Как перевести Но это были Очень огромные деньги И Дело в том Что Знаете Заработать деньги Это одно Правильно распорядиться Ими это совершенно другое Мне все время казалось Что я неправильно Распорядился деньгами Почему Потому что Я это 81 тысячу долларов Ну как бы Не в тот бизнес Запихнул Я понимал Что надо бизнес Развивать Я решил купить дом Решил купить дом большой Ну в 90-е годы Естественно Там Гигантомания Такая Зашкаливала То есть Все начали строиться Знаете Постсоветское время И я купил дом Тогда 468 метров квадратных Вернее Я не купил А Он был недостроенный Но план 468 метров квадратных Там была высота потолка 6,5 метров Ну то есть Между первым И вернее Между вторым И третьим этажом Не было Получается перекрытия Это был как холл Такой Ну короче Все круто Правда Теща еще тогда была живая Приехала И говорит А что это за силостная яма Когда вышла на третий этаж Ну укажу свои взгляды Как говорится На жизнь Так вот К чему я веду Я эти деньги Думал Приобрести на эти деньги Контейнера на седьмом километре И вы знаете Я тогда хотел 11 контейнеров Не знаю почему Но почему-то цифра 11 Вот Хотел 11 контейнеров Приобрести Тогда Контейнеры на седьмом километре Еще когда Поле чудес было Кто знает Одессу Кто знает Седьмой километр Это самый крупный рынок В Европе Да-да-да Именно самый крупный По площади рынок В Европе То Тогда Стоимость контейнера Была Где-то в порядках Две триста Две восемьсот тысячи долларов Две тысячи восемьсот долларов И вот я договорился По две тысячи восемьсот И тут я узнаю Что Блин Я сейчас не помню То ли по триста То ли по пятьсот долларов Но получается С меня посредник Наживает И я тогда психанул Думал Ничего себе Будет наживать То есть Я как бы хотел Один из контейнеров Купить Дом Купить Машину Ну и как бы Вот вам И восемьдесят Одной тысячи долларов Грубо говоря Нет Да И тогда Просто психанул И не купил Этих Один из контейнеров О чем Последствии Сильно жалел А сейчас Абсолютно Не жалею Понимаете Вот все время Как-то меняется У человека Мнение И у меня В том числе Ну почему Потому что Живешь Ну какого-то Жизненного Опыта Набираешься Почему Скажу Потом эти Контейнера Это получается Центральные ряды Стоили по Несколько миллионов Долларов Чуть ли Ну Четыреста пятьдесят Полмиллиона долларов Контейнер То есть Место стоило Одно Понимаете Что Ну грубо говоря Там Пять миллионов Долларов Легко Это стоили Эти контейнера То есть Вложивши Сделавши Вернее Вклад По Две тысячи Восемьсот Грубо говоря Там Тридцать тысяч Да И Получить Полмиллиона Долларов Вернее Пять миллионов Долларов Это было Очень круто Я Распорядился Немножко по-другому Я купил Получается Грузовые Машины И Такой Знаете Дальнобойный Бизнес В Европу Там Какие-то Крылатые Мечты Там Фантазии И все Остальное Но Начал Воплощать Свои детские Фантазии Естественно Распорядился Не совсем С экономической Точки Зрения Правильно Деньгами Но Почему я Сейчас Не жалею Я вам Объясню В то время Очень сильно Было Девяностое Знаете Прессинг Многих Убивали Расстреливали Раздирали И так далее И тому подобное Я вроде бы Даже опаснее Выбрал Бизнес Почему Потому что Дальнобой Это Товар Деньги Один-один С дорогой По моим машинам Стреляли И Честно говоря Я имею Булевое ранение Это все Пережитки Девяностое Годов На самом Деле Я не стесняюсь Об этом Говорить Это правда И я Не стесняюсь Своего Прошлого Почему Не стесняюсь Потому что Я ни у кого Ничего не украл И Не своровал Никому В карман Не залез Так вот Я не к этому Я к тому Что С экономической Точки Зрения Можно было Стать миллионером Естественно Сделать Приобретение На седьмом Километре Я выбрал Неправильную Дорогу Потом У меня был Бизнес В Порту Тоже Там было Сложно Но Факт Тому Что У меня Мой путь Привел К тому Чему Сейчас Я занимаюсь И я Очень Рад Этому Почему Потому что Я познаю Жизнь Я считаю Что У меня Ведический Склад Ума Извините Кто-то Может Подумал Что Я там Хвалюсь Но Если Посмотреть По фактам То Складывается Такое Впечатление Не только У меня Суть Не в этом Суть В том Что Я занимаюсь Тем Чем Мне нравится К чему Душа Лежит Это Даже Не то Что Я Чем-то Занимаюсь Я живу Этим Понимаете Я Этим Живу И Ничего На сегодняшний день Менять Не хочу Как бы сложилась Моя судьба Если бы я стал Миллионером На седьмом километре Да Я не знаю Ну как можно сказать Может я снаркоманился бы Может быть Меня застрелили Там Ракетиры Может быть Я не знаю Что бы было Ну как можно Говорить Вот там бы было Лучше А здесь Вот плохо Ну На тот момент Да Я считал То есть Экономически То есть Выгоднее было Приобрести Все-таки Контейнера Ну сдать их даже в аренду И получать Каждый ежемесяч На своем сду По нескольку тысяч долларов Приносил просто Аренда контейнера Понимаете Просто аренда контейнера Сейчас конечно Цен таких нет Попадали Потому что Ну Никто уже не До 2008 Были такие цены Потом Как зашел Кризис Который естественно Искусственным путем Был сделан То цены попадали И были Ну были реальные Хотя они тоже Считают завышенные Суть не в этом Суть В том что Неизвестно Знаете Где повезет А где будет Проблема Я не люблю Это слово Поэтому Очень сложно Сказать Как лучше Или не лучше Поэтому Это одна из причин Когда ко мне Тоже обращаются За раскладом Знаете Сделайте расклад Там посмотрите На картах Что мне лучше Выбрать Что не лучше А я не делаю Таких раскладов Я сразу Отказываю А я не помню Кто-то сказал Из великих Выбирайте Любой вариант Все равно Будете жалеть Ну то есть Человеку Свойственно Жалеть Понимаете То есть Какой бы вы Вариант Не выбрали Вы все равно Будете жалеть Я бы Например Подумал Смотрите Если отдать Просто так Квартиры Да Ну это Вроде как Терпило Лично для меня Терпило Я не люблю Быть Я не позволяю Себя обижать Естественно Я бы задал Себя вопрос Как если я буду Это После этого Чувствовать Если бы я реально Чувствовал Что я терпила Меня обидели То есть Мне бы было плохо Я бы Естественно Вступил бы В войну И воевал За свою честь Зостоинство И так далее И тому подобное Я иногда воюю Только для того Чтобы Ну не потому Чтобы получить Я могу Получить желаемое И его отдать И его отдать Но мне Это надо самому Понимаете Я Не могу себе Позволить Проиграть Все Это Знаете Главное Не выигрыш Главное Участие Это Срань Это Хрень Это Для Лузеров Для Неудачников Назовите мне Хоть один вид Спорта Там где Выигрывают Вернее Участвуют Для того Чтобы просто Участвовать В этом В виде Спорта То есть Ходят На тренировки Для того Чтобы просто Участвовать В этом В виде Спорта Ну Понимаете Это Это Лузер Для Лузеров Если Лузером Себя считаешь По жизни Тогда Ты там Соглашаешься Не принимаешь Решения И все Остальное Чувствуешь Себя терпелой Если Не хочешь Себя Чувствовать Терпелой То Ты Должен Понимать Насколько У тебя Может Хватить Ресурсов Насколько Не хватит Ты должен Понимать Что Это Энергозатратно В любой Войне Применение Любого Вида Оружия Но В принципе Тоже Оправданные Средства Знаете Ну Как бы Себе Не навредить То есть Чем Вы готовы Воевать Сколько Вы Времени Энергии Труда Жизни Готовы Посвятить Этому Я Если Честно Говоря Если Сложится Сейчас Такое Общечение Что Стараюсь Все Время Кому То Отомстить Доказать Или Нет Ничего Подобного Я Иногда Так Себе Задавал Вопрос Сколько Я Энергии Потрачу Сколько Я Времени Сил Ресурсов Потрачу Стоит Ли Это Нет Не Стоит Ну То То Шкуру Кавыченки Не Стоит Легше Оставит И Пойти Наоборот Вперед 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 Но Если Вы Знаете Куда Ити Я Например Знал Я Просто Бросал И Шел Вперед И Каково Было Удивление Когда Моя Сила Того Оббивчика Сама Наказывала Ну Это Мой Путь Это Моя История Если Нет У вас Защитников Вы Должны Принять Решение И Спепелить Допустим Своего Противника Этих Нахлебников И Все Остальное И Забрать Отобрать Почему Потому Что Вы Будете Материально Заботиться О своих Дочерях О своих Детях Либо Вы Не готовы Тратить Столько Вы Не готовы Вести Такую Войну У вас Не хватит Ресурса Будет Обидно Знаете Когда До Полдороги Дойдешь И Получается Уже Не Туда Не Обратно Сразу Сядьте Продумайте Варианты Какие Возможны И Принимать Решение Только Вам Поехали Дальше Зачитую Следующий Вопрос Виктор Здравствуйте Смотрю Ваше Видео Очень Интересно Заинтересовали Конечно Теперь Много Вопросов Но Не Буду Все В Все Паник Паник Все Пропало Капец Всему И Так Далее То В итоге Получается Все Хорошо И Я Внутренне Радуюсь Так Как Я Привык К Этому Ага Я Внутренне Радуюсь Так Как Я Привык К Этому А Если Говорю Что Все Будет Хорошо Мечтаю Как Она Будет Хорошо Решение Проблема И Т. Далее И Т. Это Намеренно Вот В Этому Есть Ответ Это Я Кормлю Низких Игреграф И Они Мне Помогают Или Как Также Хочу Пройти Диагностику У вас И У Меня Много Вопросов Заранее Благодарю С уважением Сергей Тут Отвечал Уже А Лиза Ответила Достаточно Большой Ответ Не Буду Я Зачитывать Это Все Значит Смотрите Это Девушка Лиза Она В принципе Хорошо Да Эмоциональный Сплет Все Правильно Я Так Понял Что Она В Правильном Направлении Отвечала Значит Смотрите На самом Деле Вот Сейчас Я Прошу Вникнуть В Те Слова Которые Я Говорю Смотрите Вы Пишите Что Я Внутренне Радуюсь Тому Как Привык К этому А Если Говорю Все Будет Хорошо Мечтаю Как Оно Будет Хорошо Решение Проблемы И Так Далее Этого Подобного Входит В итоге Все Жопой Значит Смотрите У вас Есть Скрытая Программа Вы Когда Радуетесь Вы Не Радуетесь Вы Уговариваете Себя Что Будет Все Классно На самом Деле Вы Боитесь Понимаете Смотрите Вот Многие Не Понимают Вот Они Говорят Ну Вот Как Объяснить Это Надо Чувствовать Смотрите Вот Я Учил Некоторых Людей И Понимают Что Толку Не Будет Когда Они Слышат Что Говорят О деньгах Радоваться О деньгах Об Их Присутствии Вот Тут Вот Есть Понимаете Переломный Момент Люди Люди Не Понимают Как Это Радоваться Присутствии Деньга Они Начинают Себя Уговаривать Стать Богатыми Понимаете Уговаривать Внутри Они Боятся И Не Верят То Есть Грубо Говоря На Лбу У нас Такая Дверца Знаете Ну Вот Представьте Себе В районе Третьего Глаза Есть Такая Дверка Это Называется Внутренний Контролер Который Открывает Эту Дверь Или Закрывает Ее То Верю Не Верю Грубо Говоря Когда Поступает Человеку Какая Либо Информация Эта Дверь Или Открывается Или Закрывается То Или Входит Это В вас То Информация Раз И Вошла При Открытой Двери Или Говорят Да Не Фигня Этого Не Может Быть Это Все Херня Полная Притом Смотрите К примеру Говорят Вам Завтра Подарят Полтора Миллиона Долларов Вот Такая Дверка Хлоп И Захлопнут Говорят Да Да Откуда Кто Да Ну Да Ну Нафиг Не Может Быть Это Нереально Дверка Будет Закрыто Или Когда Говорят Вам Завтра Просто Дадут Премию Там 100 рублей Ну 100 рублей Вполне Допустимо Да О Хорошо Классненько Да Куплю Мороженое Ну Грубо говоря Да Оп Обрадовался Понимаете Внутренне Внутренне Какую Мы Энергию Испытываем На самом Деле Людям Кажется Что Они Довольны А Они Могут Бояться Вот Скажите Когда Садится Человек На аттракцион Какой-то Да К примеру Берем Американские Горки Но Есть Сейчас Иже Пострашнее Чем Американские Горки Вот Он Там Радуется Испытывает Страх Восторг Что Там Адреналин Понятно Что Там Какая Эмоция А Я вам Скажу У Некоторых Разная Но Вся На Основной Двигатель Страха Понимаете Замирание Остановки Сердца Можно Сказать Там Полный Край Но Все равно Человек Туда Почему-то Идет Правильно Правильно Вот Слететь С горки Там Выплеск Этого Адреналина И все Остальное Так вот Одни Идут Потому Что Блин Ваня Пошел Машка Пошла Ну И я Как бы Хочу Испытать И Там Наделывают Полные Штаны Там Знаете Радости Или Фекалии У них Там У одних Полные Штаны Радости У других Полные Штаны Фекалии Одни Выходят Там Такие Счастливые Шуживые Остались А другие Выходят С полными Карманами Восторг И говорят Класс Еще Хочу Подойти К ним И спросить Вы Испытывали Эмоции Да Да Все Испытывали Там Эмоции Все Понимаете Там Без Эмоций Ну Наверное Сложно А некоторые Вообще Говорят Да Ну Нафиг Не Сяду Я Туда Никогда Не Хочу Я Туда Садиться Хрень Это Все Понимаете Ну За Свои Же Деньги Я Буду Рисковать Испытывать И так Дали И тому Подобное И каждый Находит Комфортное Состояние То есть Кто-то Возвращается На эту Качелю А кто-то Говорит Да Ну Все Один Раз Попробовал И Больше Никогда В жизни Я Даже Боюсь На это Смотреть Просто С экрана Монитора И Получается Каждому Своё Так же Само Смотрите У вас Есть Скрытая Установка Вы Понимаете Опа Я Чрезмерно Радуюсь Все Это Вряд ли Произойдет Почему Потому Что Я Вряд ли Получу Я Работаю На низких Эгрегорных Группах И они Мне Сделают Вот так Понимаете Вы так Об этом И пишите И Плюс Все Только Так Или Иначе Никак Жизнь Всегда Будет Преподносить Урок Что Это Вряд ли Произойдет У меня Есть Замечательная Поговорка Я Всегда Говорил Что Тот Кто Сумел Смириться С Проигрышем Только Не Поверил В Проигрыш А Смириться С Проигрышем Тот Как Правило Получает Выигрыш То Когда Ты Снимаешь Важность Решения Этого Вопроса То Тебе Ни За Что Наказать Ну Вот Смотрите Ну К примеру Все Хочу 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 Мороженое Все Я Без Него Не Могу Лето Жара Хочу Мороженое Мороженое Мне Надо Мороженое Мне Надо Мороженое Там Чуть ли Не Истерику Да Человек Идет Заходит Магазин Там Нет Его Мороженое Или Магазин Закрыт Или Еще Ты же Хотел Мороженое На Которое Тебе Расставило Потекло По рукам Которое Тебе Заляпало Платье Или Там Заляпало Тебе Брюки В районе Ширинки И ты Похож Непонятно На кого Знаете Ты же Каждому Не будешь Объяснять Да Нет Это Не Кал Это Это Не Сперма Это Это Мороженое Покапало Ты же Табличку Туда Не Повесишь Все Вот Тебе За то Что Тебя Так Штырило Ты Там Генерировал За эту Энергию Или Еще Чего Хуже Там Хлоп И Ангина Там Заболел И все Остальное Понимаете А когда Так Смирился Там Хотел Хотел Мороженое Мне Кстати На эту Тему Есть Выпуски Там Как Барышня Хотела Сапоги Да Ну Зашел Вот Вот Раз Есть Лежит Не Вопрос Ты Приобрел То Когда Ты Спокоен Когда Ты Умеешь Контролировать Собственные Эмоции Ты Выбираешь Сам Энергоинформационную Структуру Ту Которая Тебе Будет Исполнять Твое Желание То Ту Игрегорную Группу Которая Будет Тебе Исполнять Это Желаемое И Ты Управляешь Не Тобой Управляешь А Ты Управляешь Но Это Достаточно Сложно Контролировать Особенно Свой Гнев У Меня По Крайней Мере Иногда Ну Не Иногда А Довольно Часто Не Не Получается Я Скажу Честно А С Одной Стороны Знаете Там Начитался Там Комментарий Там Комментарий Там 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 Чистку Сделал Там Устал Сидишь Такой Расслабленный И Тут Какой То Ну Знаете Вот Систем Выгодно Мне Послать Какого Это Дебила Для Того Чтоб Я Выпалил Энергию Я Слетаю Тоже С катушек Я Ж Не Робот Знаете Постоянно Контролирует Себя Ну Вряд Ли Человек Может Не Робот Вопрос Сколько Лишь Вы Находитесь В Этом Состоянии Вот Я Слетел С катушек Там Высказался Да Кому Что Написал Да Пошел Ты Туда Сюда Или Еще Что Ну Не Святой Конечно Не Святой А Ну Все Да Вот Эту Фекалию Вытянул Себя Кинул Ну Все Легше Стало Да Ну И Все Расслабил Булки И Пошелся Дальше А Есть Люди В таком Состоянии Ходят Годами Я Знаю Человека Который Ходит Всю Жизнь В Этом Блин Я Все Время Хочу Там Пару Историй Жизни Рассказать На которых Такое Проявление Почему Я знаю Одну Женщину Зная Ее Практически Всю Жизнь Почему Потому Что Ну Можно Сказать Это Родственница Да Вот Так Вот Я Знаю Когда Она Родилась В какой Семье Она Старше По сути Она По-моему Даже Где-то Тетка Наверное Где-то Так Вот На ее Жизни Там Столько Ярких Примеров Можно Вот Рассказать Всю Ее Жизнь По Полкам И Разложить Почему У нее В жизни Ничего Хорошего Не Может Быть Почему Вот Она Обречена Мало Того Что Обречена На Реинкарнации Она Пойдет На Этаж Ниже Почему Потому Что Она Уйдет С этой Жизни Только Лишь С Одним Багажом А Мы Уходим Только С Эмоциями Это Эмоции Обид У Нее Она Ну У нее Виноват Весь Мир Свет Там Сосед Да Похрен Дети Да Вообще Вот Кого Она Видит Вот Тот Человек И Виноват И Это Искренне Она Считает Что Он Виноват Она Прям Плачет Ей Удалили Нафиг Щитовидку А Ей Ну Ей Все Ровно Вот Как То Сделаю Этот Выпуск Наверное Будет Наверное Интересно Подписчикам Ну Напишите В комментариях Будет Интересно Или Неинтересно История Будет Достаточно Долгая Но Зато Очень Поучительная Так Ну В принципе Можно Считать Наверное Что Я Ответил На Ваш Вопрос У Вас Скрыта Установка Просто Когда Вы Радуетесь Вы Знаете Что Будет Какая Лажа А Когда Вот Вы Так Огорчились Там Психанули Там Понервничали Уж Тоже Заплатили Энергию Да Классно Все И Вот Это Все Классно Оно Понимаете Зреет Вот Это Вот Зерно Которое Прорастает В растения Надеюсь Понятен Мой Ответ Поехали Дальше Так Следующий Вопрос Зачитаю Сам Вопрос Уважаемый Виктор Два Года Назад От болезни Умер Мой Муж Вопрос Можно Ли После Моего Хода Из жизни Наивки Его Душу Ого Быть Рядом Развиваться Вместе Речь Конечно Идет О Естественном Уходе Чтобы Моя Душа Пошла Дальше Как Положено А не Застряла В низковибрационном Пространстве Межмирья О Человек Значит Начитанный Уже Сейчас Душа Мужа Набирает Вибрации Постепенно Движется На более Высокие Уровни Я Вынужден Доживать И могу Покинуть Физический Мир Неизвестно Когда Может Лет 20-30 За это Время Он Достигнет Высоких Уровней А я После Смерти Окажусь Только На начальных Но Мы Прожили Вместе 27 лет У нас Одинаковые Предпочтения Привычки Их Грехи Но Опять же Таки Но Если Человек Начитанный Значит Скорее Всего Вот Я Не знаю Какую Мифологию Читали Вот И Грехи Вообще Я Говорю Грехи Это Ну Извините Ну Это Срань Грехи Замаливают Да Долги Отрабатывают Вот Долг Красти Плачежом Красти Ну Что Такой Грех Если По Христианству Так Это Вообще Ерунда Ну Ну Посидел На Диете Не Попил Водки Не Заел Ее Там Мясом Да Ну Пришел Усповедовался Попил Божьей Крови Заел Божьим Телом Блин И все Ты Чист Вообще А Батюшка Еще Ж Денег Дал Ну Короче Вышел Опять Взял Пистолет Опять Пошел Пострелял Троих О Блин Говоришь Я Ты Согрешил Евпати Калаврати Надо Опять Посидеть На Диете Опять Не Попить Водки И Опять Пойти Причаститься Все Опять Просходилось Все Чин Чинарем Опять Чист Вообще То Ну Если Брать Христианца Оно Не Учит Как Не Согрешить Оно Учит Как Потом Отмазаться Как Заплатить За то Что Ты Согрешил Понимаете Вот В чем Разница Оно Ни Хрена Не Учит Как Обойти Это Как Не Застрелить Человека Как Не Это Ну Ради Бога Ну Не Убей Конечно Нельзя Нельзя Но Если Это Сделал Чувак Приходи Там Блин Все Мы Тебя Отмоем Очистим Будет Все Все Будет Зашибись И Ты Вообще Будешь Ты Ты Покаялся Как Б Да Ну Вы Понимаете Вот Что Такое Грех Долг 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 И Парень Отработай Вот Это Другое Дело Ладно Подзвучите Дальше Вопрос А Значит Схожие Кармические Задачи На Будущее Как Мне Догнать Его И Может Ли Он Стать Моим Наставником И Зависит Ли Что От Желания Мнения Его Души Или Она Уже Ничего Не Решает Пытаясь Докричаться До Умершего И Выше Сил Всевозможными Способами Через Молитвы Разговоры На Месте Захоронения И Даже Через Фэг Как Вы Понимаете Эту Ситуацию А Как Вы Понимаете Эту Ситуацию И Что Посоветуете Для Этого Сделать Еще При Жизни Вы Знаете Я Думаю Что Очень Хорошо Если Вы Только Мне Задали Этот Вопрос И Бо Я На Этот Вопрос Отвечу Абсолютно Честно И Не Стану Вообще Вас Разводить Ни На Деньги Ни Никак Ответить Честно Но Данный Вопрос Если Вы Зададите Какому То Мошеннику Он Просто Понимаете На 10 Балов Яблочко Для Того Чтобы Вас Развести Вот Сейчас Вам Насунуть Такую Методику Да Если Сделать Ритуал То Вы На Том Свете Стопудово Встретитесь Вообще На Одном Уровне Да Вообще В Одной Машине Вы Просто Встретитесь В Одном И Том Жен Такси Понимаете На Заднем Сиди Нет В Кинотеатре На Задних Ряду Для Ряду Для Поцелуев Ну Вот Именно Там Вместо Встречи Изменить Нельзя Ну Блин Ребят Вы Понимаете Для Того Чтобы Ответить На Это Я Общаюсь Со Многими Во Многих Кстати Разочаровался В своих Коллегах Я Скажу Честно Не буду Поименно Разочаровался Если Я Тоже Кого Разочаровал Ну Ради Бога Я Никого Не Очаровывал Чтобы Разочаровывать Я Всегда Говорил Так Как Я Думаю И Плевать Нравится Или Не Нравится Понимаете Вы Кладезь Такой Сладкий Пирожок Тортик Я Б Сказал Для Того Чтобы Вас Развести На Деньги Никто Вам Не Сможет На Этот Вопрос Ответить Никто Понимаете Даже Те Которые Там Рассказывают Что Они Были В Клинической Смерти И Они Повидали Тот Мир Хорошо Представьте Себе Вы Приезжаете В Одессу Да Вот Я Живу Одессу Начали Менять Этот Этнос Под Себя Они Идиоты Они Считают Что Они Можут Переделать Одессу Ну Может И Могут Переделать Одессу Но Тогда Одесса Перестанет Быть Одессой То То Есть Потеряется Колорит Блин Я Все Время Хожу В Сторон Так Вот Вы Приехали К Одессу На Железнодорожный Вокзал Да Вы 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 Прибежали Сели В поезд И Уехали Себя Дальше И Потом Вы Всю Оставшуюся Жизнь Вы Имеете Право Рассказывать Я Была В Одессе Я Одессу Видела Вот Так И Те Люди Которые Даже Перенесли Клиническую Смерть Побывали Там Четыре Там Сколько Пять Десять Минут Они Все Аспекты Того Бытия Не Узрели Поэтому Поэтому Невозможно Ответить На Ваш Вопрос Сто Процентной Вероятностью И Правдивостью И Я Этого Делать Не Буду Единственное Что Я Могу Вам Сказать Развиваться Здесь Если Вы Уверены Что Он Там Развивается Я Не Понимаю Каким Образом Я Честно Признаюсь Когда Я Не Понимаю Что Я Не Стесняюсь Признаться Или Спросить У Кого Либо А Выглядит Когда Человек Дует Щеки И Говорит Что Он Все Знает А На Самом Деле Ни Хрена Не Понимает Так Вот Я Никогда Не Стеснялся Я Не Понимаю Как Он Развивается Но Кое Какие Аспекты Я Понимаю Мне Так Кажется Что Я Понимаю Но Я Даже Не Беру Ответственность На Себя Убеждать В Этих Аспектов Вас Потому Так Потому Что Сказал Виктан Я Не Хочу Этого Делать Поэтому Что Я Могу Вам Только Порекомендовать Развиваться Здесь Читать Разную Литературу Сопоставлять И Самое Главное Не Доверять Не Доверять Той Литературе Все Рано Которой Читаете Включить Анализ Искать Ни Подоплеки Ни Ни Воши В этой Литературе А Почему Так Вот Каин Замочил Авель А Каин Ушел В город Что Значит Ушел В город С райского Эдема Сад Да Допустим Ушел В город Какой Город А Почему Город А Кто В том Городе Живет А Кто И Устроил Этот Город Почему Они Жили В саду А Он Ушел В Город И Вопрос Каин Женился Тю Блин А На Ком Женился А Значит Были Уже Люди Да А Раз Были Люди Значит Адам И Ева Это Не Первые Люди На Земле Да А Вообще На Ком Женился Действительно Каин От Кого Пошел Получается Это Был Инцест Или Что Это И Т. Далее И Т. Подобное То Вы Начинаете Задавать Вопросы Понимаете И Эти Вопросы Когда Вы Будете Искать Ответы На Свои Вопросы Не На Мои А На Свои Вопросы Вы Будете Духовно Расти И Раздеваться Всего Доброго А Мы Переходим В Следующему Вопросу Итак Зачитаю Следующий Вопрос Уважаемый Виктор На Земле 3 9 40 Дней Это Дни Поминовений А Что Делает Душа В Эти Дни Спасибо За Ответ С Уважением Андрей На На самом Как я Видел Как я Общался Да Действительно Есть У меня В моем Терсенале Есть Такой Обряд Когда Работаешь Именно С Телом Умершего И До Трех Суток Как Правило Душа Находится Именно Возле Тела Потому Что Это Единственное Материальное Которое Еще Осталось Она Состояние Шока Она Не Знает Что Делать То Она Ходит Через Врата Туда Обратно Знаете Такое Идет Переосмысливание Душа Такая Знаете И Плачет И Такая Еще Не Понимаешь До Конца Что Произошло Там Ей Страшно Смотрит На Этот Мир Но Она В основном Находится Возле Своего Тела Потом Идет Захоронение 9 Дней Для Решения Вопроса 40 Дней Это Грубо Говоря Для Ну Как Говорится Небесный Суд Да Ну То Какую Грегорную Группу Идет Решение Вопроса Куда Человек Предназначен Ну Это Так Вкратце Я Не Буду Рассказывать Полностью Вообще Считается Ну Как Рассказывать Полностью Почему Потому Потому Что Разный Этнос Разная Мифология Религия И так Далее И тому Подобное Трактует По Своему Я Говорю Только Со Своей Позиции Так Как Я Считаю Что Душа Привязана К телу Пока В костях Идет сокодвижение Как только Сокодвижение Перестает В костях Находиться Да То есть Пока Кость Не разрушила Не перестал Сок В ней Находиться То душа Не может Оторваться От тела Поэтому Я считаю Что Кремирование Лучше Как-то Я делал ролик Но Не все Его Поняли Кремация Или Захоронение В котором Я больше Говорил За захоронение На самом Та деле Чем За кремацию Но Те люди Которые Внимательно Мне слушали Те поняли Одним Из аргументов Того Почему За захоронение Потому что Если говорить За христианский мир То Большинство Все-таки За захоронение Потому что Это так правильно Так положено А кто Сказал Так правильно И так положено Никто не может Ответить Но все Считают Так правильно А когда Делают Это большинство Но человек Такое Знаете Считает Что это За панацею То есть Это неиспоримый факт Поэтому Люди В христианской Этноса Да Они Если взять Трахты Барахты Вот они При жизни Никогда не думали О кремации Взять И их Захоронить А они Потом Такие Беспокойные Ходят А подожди А тело А шо А теперь Ну знаете Как вот Всю жизнь Сходила сумочка А тут Бац И пошла Без сумочки И знаете Такое чувство Как чего-то Не хватает Вот Вот Нет Вот Ты носил Тяжелое Что-то В руках Постоянно Ты носил 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 А тут Раз И пошел Без этого Тяжелого В руках И такое Ощущение Тебе берет Что Вот Ты что-то Забыл Вот Что-то Где-то Оставил Или Тебя Оборвали Вот Вот Чего-то Не хватает Поэтому Когда Происходит Кремация Тогда Связь Тела С душой Ну Быстрее Быстрее Проходит Почему-то Уже Незачем Как говорится Жалеть Мосты Сожжены И Как бы Только Только Вперед Ну Про запечатывание Так я вообще Не буду говорить Это и так Понятно Для второго Пришествия Христа Ну А кто Грантию Может дать Что оно Будет Вообще Ну И как бы Собиратели Мертвых душ Понятно Ну Там Так и написано Во имя Отца И Сына И Святаго Духа Да Ну То есть Духа Блин Ну Все время Трогаю Это христианство Не хочется Я уважаю Людей Это их выбор Если им там Хорошо Пускай они там Остаются Я не Не высмеиваю Для других Я говорю Просто включите мозг Ладно Я опять лезу В это христианство Все Не буду Все По-моему Я на всех Да Ответил А Нет Еще Есть еще Один вопрос Итак Засчитываю Следующий вопрос Добра вам Виктан Вопрос о наследстве Всегда ли хорошо Принять наследство Как материальное благо Конечно Это нам Всем нравится Есть и вероятно Что с финансовыми Приятностями Люди Могут И принять Проценты Болезни Или неудачи С этим наследством Ведь наследство Это не только Материальное С уважением Ева Отличный вопрос Ева Просто шикарный Да Есть такой вариант Вы знаете Мне встречались Такие Заказчики Вот Я очень помню А молодая пара Молодая пара Кстати Барышня До сих пор Меня смотрит Не знаю Как мужчина Она наверное Узнает себя Значит Ее мужу Тогда еще Мужу Сейчас вроде бы Не в как В разводе Ее мужу Ее друг Который Не имел Никого Из родственников Просто Оставил квартиру Это была Двухкомнатная квартира На Черемушках И они приехали Позвали меня И говорят Блин Нам упала на голову Ну реально Квартира Ее-мое Вообще Поперло Так классно Но Ихтан Не мог бы подъехать Посмотреть Что там С этой квартирой Я когда зашел В эту квартиру Я понял Что Ну вот Знаете Вот заходишь И такое Некое Ищадье ада Вот ищадье ада Вот только Переваливаешь Через порог И ты понимаешь Все Ты Ты Знаете Как окунули В бочку С дерьмом Хотя С другой стороны Так стоишь Смотришь Натуральное Дерево Ну вот Мебель Она дорогая Красное Дерево Такая Крутая Мебель Смотришь Туда Там натуральные Камни Смотришь Там зеркала Смотришь И такое Оно все Ну Скажем так Симпатичное Дорогое Даже И ты понимаешь Что это все Дорогое Потому что Оно натуральное А если оно Натуральное Оно впитало В себя Эту энергетику Я говорю Хозяин Этой квартиры Болел Он говорит Да Долго И нудно И там С ума Сходил Сумасшествие Просто Чувствовалось Знаете Такое По квартире И По сути Этого Ничего Брать Нельзя Это Надо Все С молотка Продать Когда Перепродаешь Ну В принципе Оно уже Очищается Ну А тот Кто Купил Я же Не могу За всех Отвечать И бегать Потом Ну Вот Знаете Вот А Ты нехороший Человек Ты Сказал Что Продать А Кто Аж Другой Купит Конечно Кто Другой Купит Понятно Поэтому На халяву И попадаются Знаете Они сбросили Цены Быстрее Продали Со всем Этим То Что Там Было Вложением Получили Деньги Там Что Не заплатили За кредит И правильно Сделали Ребята Правильно Сделали Ребята Ну А тот Кто Купил Знаете На халяву Оно За все В жизни Надо Платить Знаете Евреи Говорят Если Проблема Решается При помощи Денег То Это Не Проблема Это Цена Вопроса Так Вот Они Скинули Подешевле Те Люди Естественно Пошли Вау Дешево Вау Круто Купили Вместе Со Всем Этим Дерьмом Единственное Что Радует Те Которые Купили Ну Как Б Знаете При Перепродаже Идет Процесс Некого Обнуления Ну До Сложная Ну Такое Тоже Бывает Тут Вторая Квартира Да Некая Барышня Не буду Называть Имени Вызвала К своей Маме Та Не могла Долго Продать Квартиру Я ее Почистил Ну Честно Не буду Говорить Что Это Я Сделал Что Прямо На Второй День Пришли Покупатели И Купили Это Факт Это Кто Не Верит Могу Дать Четкий Адрес Девушки Можете Сами Спросить Вот Я Грубо Говоря В четверг Чищу Пять Может В течение Встоятельств Что Купили Но Чистил Я Действительно На Продажу И Дело В том Что Я Снял Негатив Покупатели Там Квартира Хорошая Была Покупателей Много Было Да Покупателей Много Было Но Там Чувствовался Негатив Поэтому Они Отказывались От Покупки Эта Квартира А тут Я Снял Этот Негатив И Квартира Быстро Продалась Первые Которые Пришли И Купили И Тут Она Получает Естественно Деньги За Двухкомнатную Квартиру И На Халяву Получая Ну Как На Халяву За Эти Деньги Покупает Четырехкомнатную Квартиру Казалось Б Вау Круто Шикарно Великолепно Но Все Таки Четырехкомнатная Квартира Ну О чем Вы Говорите Да Она Мне Разывает И Говорит Что То Не То Что То Не То Я Прихожу В ту Квартиру Она Мне Просит Почистить Я Захожу В ту Квартиру И Говорю А Я Ничего Сделать Здесь Не Могу А Как Не Можете Вы Чуть Не Всемогуч Я Нет Не Могу Здесь Открытый Портал Который Я Не Смогу Запечатать Вот Понимаете Вот Есть Вещи Когда Ты Просто Реально Признаешься Вот Не Могу Это Открытый Портал Вступать В такой Конфлект Ну Брать На Себя Ответственность Когда Орать Что Я Всемогущий И Там Все Такой Все Сильный Да Брехня Это Все Я И так Прямо Сказал Я Могу Улучшить Ситуацию Но Закрыть Портал Запечатать Ну Это Нереально Я Не Смогу И Вот Тоже Понимаете Те Которые Продавали Четырехкомнатную Квартиру По цене Двухкомнатной Ну Тоже Не Лохи Были И Понимали Что Они Делали Да И Кстати Можно Сказать В другом Районе Тут Район Дешевле Ничего Подобного А Рядом С Мамын Квартирой То Район Практически Не Поменялся Даже Даже Если Можно Сказать Лучше Стал Потому Что Магазинов Больше А Там Площадка Там Центр Там Какой-то Там Выставочный И Так Далее И Тому Подобное Да Но Цена Такая Она Думаю Вау Поперла А Тут Хоп И Не Тут Было Просто Есть Вещи Когда Человек Не В силах Это Сделать Поэтому Конечно Мы Можем Принять Вместе С Наследством И Неприятности И Неудачи И так Далее И тому Подобное И Вот Понимаете Когда Говорят Фамилии Сокровища Вот В слове Сокровища С Сыкровью Да Сыкровью Понимаете Вот Оно Вот Достается Сейчас Уже По закону По-моему Наследники Которые Унаследуют Платят Получается Долги За Умершего Ну Это Вообще Вообще Феноменальное Явление Ну Такое Есть Действительно В законе Поэтому Вы смотрите Сами Принимать Вам Наследство Не Принимать Вам Наследство Как Вы Будете Се Чувствовать Какое Это Наследство Чем Оно Досталось И так Далее И тому Подобное Ну Теперь Я точно Вижу Что Я Наверное Закончил Все Вопросы А У У Меня Есть Ряд Уже Записанных Аудиофайлов На Вопросы Я Еще Не Опубликовал Их Найду Опубликую Эти Постараюсь Как Можно Опубликовать Раньше Всего Вам Доброго С Вами Был Вик Тан Да Пребудет С Нами С Сила Благости И Радости Вам Друзья Все Доброго Пока